Всем привет! Вы на нашем канале Саша Лера. У нас Фармагеддон. Вчера, в общем, было штормовое предупреждение 100 баллов осадков. Сегодня все то же самое. Очень много осадков. Смысла нет. Даже машину, мне кажется, чистить. Идет снег, дождь, не знаю чего. Просто без перерыва, в общем, уже вторые сутки. Возможности оставаться дома нет. У нас там животные, они под присмотром. Камер, собаки. Но необходимо все равно приезжать, поить водой. И, в общем, в принципе, проверять как там и что. В городе полный трындец. Убирают. Но это ничего не помогает. В деревне хуже. Еще снег такой мокрый, глубокий. Ну, куда девать? В общем, давайте вместе доедем. Сделаем дела и вернемся. И чтобы все было хорошо. Ну, вот так вот выглядит дорога. Можно подумать, что, конечно... Ой, человек упал на дорогу, представляете? Ну, господи, представляете, такое под машину упадет? Вообще страшно. Ну, вот такие вот сугробы. Я не знаю, видно или нет, но они очень высокие. Вообще, горы, снег, на которые некуда девать. Грузовики не пускают. Видимо, или они решили остаться. Вчера не пускали. Тут вообще еще хуже. Я даже не знаю, как в деревню заеду. Там, ну, это трасса, а там и трасса. И вообще ничего не видно впереди. На камере по-другому видно. Ну, видимость такая себе. И как бы мне отсюда выехать потом? А как мне потом разъехаться с кем-то? Кошмар вообще. Кошмар. А, блин, а все на ногах хуже, чем вообще оказалось. Тут едет машина, впереди трактор. А вообще впереди, видимо, дороги нет. Вообще, с таким мы не сталкивались. Ни в городе, ни... Ну, я не помню, что в городе так было вообще. И в деревне тоже. Очень сильный снегопад. Мне пришлось с лопатой вот тут вот все расчищать. Саша сказал, да ничего, можно доехать, да? Да тут вообще нету никаких даже следов от машины. Вообще. И там тоже нету. Не знаю, надеюсь, я смогу вообще выехать отсюда. Прямо теперь у меня какие-то сомнения серьезные. Ну, я, в общем, не могла оставить там на дороге. Вдруг трактор будет чистить. Откуда я знаю? Пришлось поломиллиметра заезжать. Вот. Здесь у меня ведра, которые доктор сломал. Купил новые. Лани еда. И морковка для лошадей. Уф. А я тут уже расхаживаю по нашему дому туда-сюда. Уже у нас есть полы. Такие ОСБ, конечно. Мусор есть, который тоже нужно убирать, но все, руки не доходят. Хочется быстрее, быстрее, быстрее построить. Печку поставить, чтобы греться. Поэтому какие-то нюансы там в плане мусора, ну, убираешь его, но как бы только-только поработал и немножко забиваешь. Когда его чуть больше накопится, тогда и убираешь. А после работы за собой не убираешь сразу же. Также вон, например, на потолке у нас там валяются пленки, всякие кусочки. Я решил, что эти кусочки, пленки я буду, в общем, убирать тогда, когда буду утеплять от потолок. Ну, когда будем использовать там техноакустик, тогда я буду его убирать. Почему бы и нет? Вот. Потому что очень много там мусора, все кидается, кидается, и потом после каждой работы вычищать, но не хочется. Решил принять такое решение, и я думаю, оно правильное, потому что нам нужно как можно скорее заканчивать со стройкой. Смотрите, там у нас уже тоже везде пленка. Все с мансардой у нас закончено. Вот. Есть еще, конечно, тут нюансы, всякие косяки, но я говорю, это я буду все делать, когда печка появится. ходить со скотчем и везде все проклеивать. Ну, куда деваться. Вот хочу, чтобы было тепло, чтобы скотч очень хорошо подходил, потому что даже на нем написано плюс 5, желательно его использовать плюс 5 градусов, хотя я и в минус его клеил. Но давайте сделаем это качественно, в общем, все по технологии. Сегодня мы будем использовать, так у нас тут столько, целая куча утеплителя, так вот здесь покажу. Сегодня мы будем использовать для перегородок техно-николь. Называется она у нас техно-акустик для звукоизоляции полог, полагом, вот, подвесного потолка, межкомнатных стен и перегородок. Будем сегодня мы звукоизолировать наше помещение, то есть нам нужно вот эту перегородку звукоизолировать и нам нужно звукоизолировать потолок, освобождать эту комнату, потому что она у нас вся заставлена утеплителем. все отлично. Все отлично. Для себя. Все не хочется. А то получится. Перегородки. Так, где резать? А? Где отрезать? А, где-нибудь. Так, закончили с этой стенкой. Получается, как я уже говорил, сюда используем техно-акустик. С этой стороны у нас идет обычная влага-ветрозащита. Влагу не пропускает, но пары выпускает. Так как с этой стороны у нас пароизоляция, которая не пропускает влагу и пар тоже не пропускает ничто. Если мы с той стороны тоже пароизоляцию сделаем, то соответственно утеплитель там начнет конденсировать и все балки перекрытия у нас внутри сгниют. Поэтому надо, чтобы пар выходил спокойно. В общем, нужно, чтобы влага там не задерживалась. Для этого с этой стороны пароизоляция, с той стороны влагозащита. Плюс комната, как я уже говорил, в этой кухне, она самая такая будет здесь готовка и так далее. Очень много пара разного. Поэтому ее мы и оббили пароизоляцией. Еще один надо, хватит пока. А то мешаться будет. Сейчас занимаемся полами. Будем сейчас тоже техноакустиком утеплять полы, проходить техноакустиком. Вот. И нужно все проклеивать. Также буду использовать техно-николь Альфа-Бенд 60. Он отлично склеивает пароизоляцию. Мне вообще нравится им пользоваться. Вот. Просто, ну, очень хорошо он крепит пароизоляцию. Сейчас нам нужно соединить, получается, нашу кухню. Потому что мы загнули пароизоляцию на потолок. Вот. И часть утеплителя осталась, получается, под влагами. Его нужно закрыть. Это у нас как раз стена, которая наружу у нас идет мембрана гидроветрозащита. С этой части нужно все по контуру тщательно закрыть пароизоляцией. Что и будем делать вот этим. Но сперва нужно все подрезать. Так, рулетка тебе? Я знаю. Паладинка не укладывать придется. Где, который, этот, от 62, да? Ну. Ну. 16. Ага. Вот здесь что-то. Опа. Смотрите, мастерство, какое уже вырабатывается. Как ровненько, аккуратненько мы все положили. Все. Первую часть сделали. Накроем все это ветрозащитой. Вот. И все. И можно сверху доски класть. И будем дальше продвигаться потом к этим квадратикам. Я думаю, 150 нам вот так вот за глаза хватит. Я хотел сотку сделать, но что-то подумал. для себя же все-таки делаем и не особо тут сэкономишь на этом. И туда, да? Еще? децибел проверять. Балбат децибел. Рука! Деда, вставай! Слышишь, что ли? Не слышь, что ли, я кричу? децибел. Угу. 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 Дейк. Какой же сады. Вот. Вот. Так вот. Вот так. Ага, просовывай туда. так пришла к нам новая посылка от любимого василька и очень мне хотелось чтобы в доме было у нас тепло кто не знает мы уже строим дом а потому что мы заказали для дома васильке всякие штучки мне хотелось именно здесь сделать распаковку чтобы как-то приложить чтобы все это в общем даже здесь уже оставить потому что у нас уже здесь тепло что пришло здесь немножко есть для нас остальное для дома такие теплые носочки вот у нас еще два месяца будет холодно таких теплых ходить саша обычно это тоже с василька это нам сейчас очень сильно пригождается вообще все уже с василька это тоже с василька только марик у нас не с василька да лет кстати тоже с василька уже ему года три из морки опять же потому что у нас еще холодной массы в апреле холодно ну это я сейчас отвезу обратно конечно модный костюмчик да это конечно для августенка это на вырос хотя тут размер 86 он уже 86 носит это из потому что он почти 10 килограмм нас весит это вот такие вот это начнушки вроде до пижам но он будет бабушки например ездить или в гости в этом но это точно уже можно одевать он у нас в общем крепкий такой пацан классно что у васильке можно и для деток здесь потому что нам это подскоре такое можно так сказать все что нам уже надавали там знакомые друзья он уже вырос еще голубенькая такая все из хлопка все такой вот даже есть для самых маленьких вот я взяла самый большой размер последний он в таких спит и мальчиковая васильке есть и девчачья вот пожалуйста мальчиковая мы взяли в общем про нашего малыша мы не забыли в этот раз не забыли и про бабушку который сейчас сидит с августенком это получается для бабушки нашего августенка подарки да она сказала что ей ночнушки нужны морек мы заказали ночнушки но размер почему-то саша говорит один я говорю другой в итоге вообще ничего не поняла как произошло опять что и мы заказали размер больше я беру себе точно такие же причем я беру себе на размера больше всегда ну чтобы не в в обтяг было вообще абсолютно вот специально взяли такие две считаю что они зимние теплые уже хлопковые здесь написано стопроцентный хлопок написано как вам подарок для бабушки просто естественно скажешь вот подарок когда заказали и взяли это для дома не представляете я взяла специально для дома прихватки для нашего дома я оставлю специально здесь и все мы их не будем пользоваться пока что не переедем я надеюсь что по цвету стен для подумала и взяла специально а это самое главное в общем это шторы смотрите комплект штор из полу льна я мечтала чтобы у нас на кухне были штор с гусями я не знаю кто-то так помешан на гусях как я не думаю но я помешана мало того я взяла комплект из полу льна шторы у нас два окна скатерть точно такая же из полу льна на стол подождите точно такой же набор тоже из полу льна это наволочки на подушке для дивана который будет стоять на кухне это все тоже в осеньке это получается подушка отдельная размером 45 на 45 и точно такой же 45 на 45 получается наволочка там полно таких комплектов можно выбрать вообще все что угодно еще дополнительно вроде бы у меня где-то было был фартук тоже такой с гусями он меня ждал еще пару лет это нам лес постельное белье здесь олени здесь лес и олени вот это нам в новый дом получается и носочки для саши саши струй ему надо теплые уже каждый год берем такие теплые у саши вроде бы до верблюд а у меня норка в общем я как обычно очень довольная невероятно довольно вот этим набором с гусями просто схожу с ума буду сейчас наглаживать наверно течение час пока мне надоест все это вы можете посмотреть в магазине любимого селёка будем оставлять ссылку под этим видео заходите смотрите выбирайте очень большой выбор а мы снимаем дальше приступаем к нашему туалету хотим пленочку набить потом сверху покрыть то есть техноакустик сверху пустить эту перегородку наверно тоже закроем техноакустиком ту перегородку пока не будем закрывать потому что там у нас коммуникации через нее пойдут нужно сперва все коммуникации пустить эту перегородку закроем эту перегородку закроем вот эту мы уже закрыли сейчас это закроем потолок и полами надо будет заниматься чтобы сюда дополнительное утепление бить акустика акустика на ширине доски сделать на ширине доски сделать Продолжение следует... 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 Такой снег идёт, да, можно. Лошадям нравится. Они бы ушли тогда. А им нравится вот так мокрым быть. Всё-таки, ба, да, снег идёт. Воду предлагала, даже воду не пьют. Хотят снег кушать. Он всё время вперёд, в общем, идёт. Не даёт диковинке бежать первой. А она-то быстрее его бежит. У него ход совсем другой, мягкий. А диковинка, она подлиннее. У неё ход, как у рысака, она, в общем... А если она приблизится к нему, он её ударит. Ну, в общем, он голубь-то еле-еле. А у неё даже не быстрая рысь на его голубь. Очень неудобно. Но она его вот принимает главным и даже не уступает. Он ей. А она даже вот никак его не обгонит, ничего. Хотя она его намного быстрее. Вот иерархия у них такая, а он главный. Ничего не поделаешь. Идём! Пшить! Вообще неплохого качества, но хуже, чем то, что мы брали. Это они повалялись. Повалялись. Вот это рулон мы поставили... Какого числа? 15-го? Да, 15-го числа. Сегодня 20-го. И вот они неделю едят. Даже больше. Ещё будет... Посмотрим, сколько ещё будет есть. Здесь и зелёные есть. Но... В общем, сено хуже, но всё равно супер. Всё равно отлично, да? Том... Тарактор завалил выезд. Пришлось почистить. Ну, вот так вот деревня. И не только у деревни. Снегопад очень сильный. В городе тоже люди. В подъездах, на парковке чистят. Не справляются с службы совсем. Ну, что теперь? Я закрываю дом сейчас. И... Всё. Буду выезжать. Посмотрю, доберусь или нет. Добраться. Я думаю, да. Потому что я... Самые такие... Уголочки нехорошие. Я их почистила. Там, где я села. Вот. Думаю, всё будет нормально. А если нет, ну... В общем, я думаю, я выйду. Всё. Всё чики-пуки будет. Да. Как раз. 2 — Субтитры создавал DimaTorzok